Тема дня начинает работу в эфире Кубань 24. Здравствуйте. В России появятся умные города. Так называется проект Минстроя России по организации в мегаполисах по всей стране современных технологичных и главное удобных для жителей нововведений, которые и сделают городскую инфраструктуру более современной. В основе проекта лежат пять базовых направлений развития цифровой экономики на период до 2024 года. К ним относятся нормативное регулирование, кадры образования, формирование исследовательских компетенций и технических заделов, а также информационная инфраструктура и безопасность. В нашем регионе участие в проекте принимают Краснодар, Новороссийск и Сочи. Что такое умный город? Об этом поговорим прямо сейчас с нашим гостем. Это Евгений Юшков, руководитель департамента информатизации связи Краснодарского края. Евгений Валерьевич, здравствуйте. Хочу для начала спросить, что такое вообще этот проект умный город и почему возникла необходимость вот именно сейчас внедрять вот такие вот новшества вот именно в городскую инфраструктуру? Ну, умный город это прежде всего, наверное, не какое-то там современное что-то, веяние или еще что-то. Это не гаджет. Это не гаджет, это на самом деле склад базисных вещей, которые мы в ближайшее время, это вызов на самом деле, которые мы должны объединить в что-то общее и на основе тех данных, которые мы получим с наших информационных систем и всего остального, сформируем некий инструмент, который позволит обществу в первую очередь напрямую общаться с властью и быть участниками процесса управления умными городами, вообще городами. Умный город это проект, направленный на повышение качества управления городской инфраструктурой. Это проект, направленный на вовлечение сюда современных технологий. И здесь на самом деле хотелось отметить то, что это направление, оно во всех абсолютно странах на сегодняшний день находится в зачаточном состоянии. Даже в развитых странах можно по пальцам перечислить города, в которых этот проект реализован. И вот этот вот проект Минстроя по умным городам, это достаточно серьезный ведомственный проект, который после реализации, во время реализации мы достигнем таких высот, которых в мире, скорее всего, нет. Сам по себе проект предполагает внедрение умных технологий, технологий умного города во всех городах с населением более 100 тысяч человек. Соответственно, сейчас у нас это пилотная часть, где у нас участвуют города-пилоты Краснодарного России из Сочи. Но вообще до 2024 года планируется внедрение основных технологий умного города во всех населенных, во всех городах с населением выше 100 тысяч. Но это большинство, получается, городов в нашей стране? Это практически большинство, да. Если говорить о том, какие направления именно в проекте ключевые, которые бы вы обозначили именно как приоритетные, на что в первую очередь направлен проект? В первую очередь, как я уже сказал, это все-таки взаимодействие общества и власти. И вовлечение общества в процесс управления текущим городским хозяйством, то, что есть. На текущий момент мы действительно сделали очень много. В городе у нас есть очень много автоматизированных систем. Где-то мы автоматизировали освещение, где-то мы автоматизировали процесс сбора данных по ЖКХ, где-то мы сделали еще что-то. Но это все сейчас разрознено. Сейчас эти данные не стекаются в какое-то одно место, где можно принимать оперативные решения. Вот основной базисной вещью, это вот именно быстрое взаимодействие между обществом и властью. Человек на улице увидел открытый люк. Он может не знать, куда ему надо позвонить. Так, как правило, и бывает. Да, в рамках нашей системы будет создана информационная система, в которой будет четко понятно. Человек сфотографировал, отправил, и реакция должна быть незамедлительной. Не так, как сейчас у чиновников 30 дней на ответ, и через 30 дней мы пойдем проверим, закрыли мы люк или нет. Здесь реакция должна быть быстрая, на это настроена. Это основное направление. Вообще, Минстроем России разработан стандарт умного города. В него входит 8 направлений. Все сейчас перечисляют бессмысленно. На самом деле, это самый основной блок, это взаимодействие общества и власти. Вторым блоком это умная ЖКХ. Третим блоком идет безопасность. Безопасность как физическая, это безопасный город, это и экологическая безопасность, это наши зеленые насаждения, зеленый пояс, это воздух, которым мы дышим, это вода. Третим, четвертым блоком большим это автоматизация различных систем ЖКХ. То есть, в ЖКХ должно быть автоматизировано не только сбор показаний каких-то, но и правильное распределение ресурсов. Где-то у нас потребляется больше электричества, где-то меньше. Вовремя нужно балансировать этим, вовремя нужно этим управлять. Это может привести и к снижению затрат как со стороны ресурсов, так и к снижению денежной нагрузки на население в плане коммунальных платежей. То есть, возможности экономии. Евгений Валерьевич, хочу спросить о том, какова роль в данной ситуации у вашего департамента информатизации по внедрению этих совершенствований. И что планируете сделать в тот период, который государство отвело вам на реализацию проекта? В первую очередь, мы планируем все-таки этот проект внедрить полноценно на всей территории Краснодарского края, не только в городах-пилотах. Основная функция департамента на текущий момент сейчас, это координация, потому что проект межведомственный. Здесь у нас и ЖКХ, здесь у нас и ГОЧС, здесь у нас и муниципалитеты. И наша задача сейчас, как у органа власти, который отвечает за информатизацию, собрать все эти данные, собрать все эти информационные системы в один единый комплекс и уже построить для руководства понятную схему, понятный механизм, понятную систему, где они смогут оперативно и правильно принимать быстрые решения. Совсем недавно у нас проходил российский инвестиционный форум в Сочи 2019. И некоторые проекты, которые были там заключены, конечно, касались умного города, потому что это был общий объединенный стенд, за него даже отметили нашего вице-губернатора, по поводу того, как должны развиваться умные города на территории нашего края. Расскажите подробнее об этих соглашениях, что было интересного? Ну, я начну со стендов нашего, про него много говорили. Он был очень красивый, правда. На стенде были представлены те решения, которые уже развернуты в Краснодарском крае. И здесь связующую роль между всеми этими технологиями как раз выступил стенд, на котором мы говорим, что мы можем это реализовать во всем крае. То есть там были решения, которые сделаны на российске, там были решения, которые сделаны в Сочи, там были решения, которые сделаны в Краснодаре. Мы показали единую площадку, где это выглядит как единый комплекс. И в этом суть умного города. По соглашениям действительно было подписано, если мне не изменяет память, десятки соглашений по умному городу. И все они, ну, давайте говорить прямо, умный город это все-таки больше такая коммерческая история, где привлечение коммерческих денег очень важно. То есть частное государственное партнерство получается? Безусловно, да. Здесь, если мы говорим про автоматизацию ЖКХ, то это автоматизация в первую очередь тех, кто занимается снабжением, так скажем, наших горожан водой, электричеством и всем остальным. Это их история. Здесь нужно привлечение бизнеса для того, чтобы они поняли, что это и для них тоже нужно. Соответственно, соглашения, они носили характер такой, что администрация в данном случае будет максимально содействовать внедрению тех технологий, которые они хотят. Ну и со своей стороны мы будем снижать всякие нормативные пороги, которые мешают это сейчас делать. Активно, кстати, проект «Умный город» развивается в Олимпийской столице. Прямо сейчас с нами на связи Мелина Сергеевна Попова. Это заместитель главы города Сочи. Здравствуйте, Мелина Сергеевна. Расскажите, как внедряется и была внедрена система безопасных городов? Какие результаты работы можно уже сейчас отметить? Да, добрый день. Да, да, да. Слушаем вас. Смотрите, ну, если мы говорим о безопасном городе, достаточно давно эта система в городе существует. В полном виде она заработала непосредственно перед Олимпийскими индерами в 2014 году. И на сегодняшний день в городе около 4400 камер, в которых наш безопасный город получает информацию не все, которые работают с муниципальными. Часть камер принадлежит коммерческим структурам, но, тем не менее, информацию мы также получаем и способны ее анализировать. Мелина Сергеевна, какие результаты и вообще чего ждете от участия в проекте «Умный город»? Что это даст Сочи? Проект «Умный город» — это очень интересный проект, как минимум. Естественно, мы ожидаем улучшения комфортности для наших жителей, для гостей нашего города. Мы помним, потому что мы город-курорт, соответственно, в первую очередь город должен быть удобным. Поэтому приоритетное направление именно на улучшение качества жизни. Каких-либо приоритетов, ну вот прям конкретных, я назвать, наверное, не могу, это неправильно. То есть у нас есть стандарты, которые установлены в строй сегодня умности города. И, ну, наверное, там, если рассматривать начальными приоритетными направлениями, то это туристическая платформа, медицинская, инновационная платформа, управленческая, потому что управление территорией — это одно из самых основных, я считаю, направлений проекта. Транспортная платформа, ну и, конечно, безопасный город, который хоть и существует достаточно успешно в нашем городе, но, конечно же, требует модернизации, улучшения, совершенствования. Доработки, да? Спасибо вам большое. Я напомню, на связи с нами из Сочи была Мелена Попова. Это заместитель главы города Сочи. Игорь Валерьевич, хочу еще вот о чем спросить. Вот очень многие, хороший у вас был пример по поводу открытого люка, потому что люди очень, в последнее время все чаще проявляют сознательность таким вот ЧП, да, если их назвать. И, как правило, не доходит информация до там ЖКХ или каких-то других коммунальных служб, они просто выкладывают в соцсети. Предполагает ли умный город мониторинг вот таких вот данных в социальных сетях? Как стекается информация? Обязательно. То есть уже сейчас вы это делаете? Социальные сети, мы уже сейчас это делаем, мы уже сейчас мониторим социальные сети. и практически мгновенно реагируем на то, что там есть. Может быть, не так, как это должно быть, да, то есть пошли сразу, закрыли люк, но, по крайней мере, мы доводим эту информацию до тех ведомств, которые должны отреагировать мгновенно. И умный город, в том числе, это та система, которая будет мониторить все, не только соцсети. Это и какие-то там, даже, ну, тот же открытый люк можно увидеть в видеокамерах. Ну да, логично. И здесь на помощь может прийти нам и искусственный интеллект, который получил. Это сейчас на текущий момент достаточно серьезное распространение. И в Краснодаре тоже? В Краснодаре еще нет, и мы планируем. Ну, и уже на федеральном уровне говорят, что это должно быть. И использование технологии сбора информации, обработки и проактивного решения этих вопросов, это один из механизмов, который позволит, наверное, снять какую-то волокитную нагрузку с чиновников, чтобы они не занимались там обработкой этого всего дела. Это достаточно стандартные мероприятия, стандартные случаи, когда можно принимать решения без участия чиновников. Вы сказали уже о том, что город поможет наладить связь с жителями, мы об этом уже опять говорим. А в каком формате жители смогут участвовать, кроме того, что они дают какую-то информацию? Есть какие-то рычаги для того, чтобы они тоже принимали участие в жизни города? Безусловно, это голосование. Голосование поставили у вас возле дома какой-то объект. Вы можете проголосовать, нравится или не нравится. Не нравится, если большинство против, убирают этот объект. Активно люди идут на голосование? Есть доверие вот к этой системе? Ну, эта система сейчас реализована только в Москве и в Московской области. Там это достаточно активно используется. И там это действительно работает. Наша задача сделать то же самое. То есть и зоны зеленые тоже будут включаться в этот перечень? Конечно. То есть все, что касается устройства города, какие должны быть урны, каким цветом должны быть покрашены заборы, это все мы будем спрашивать у жителей? Тоже будем спрашивать это у жителей, безусловно. В перспективе, как вы видите развитие города Краснодара, допустим, в течение этого года, следующего года? Какие-то вехи уже для себя поставили? К чему должны прийти? Мы на самом деле в очень глубокой проработке сейчас дорожной карты по реализации проекта «Онный город в Краснодаре» привлекаем как экспертов со стороны, причем даже зарубежных. Дорожная карта на текущий момент такой документ живущий и развивающийся. В течение дня я могу прочитать 15 редакций этого документа, и там они могут отличаться кардинально друг от друга. Вехи какие-то, они еще не обозначены у нас, срок, так скажем, разработки этого проекта, этого документа. Это 15 марта, до которого мы все-таки, наверное, соберемся и решим, что должно быть. Но основной, так скажем, посыл в пилотных городах, это не то, что у нас написано в стандарте, это минимум, который надо сделать. Умные города, которые участвуют в пилоте, их задача сделать больше. И, соответственно, если мы говорим про больше, то это не только там то, что вот 8 направлений, это может быть что угодно. То есть это пока пилоты, которые могут дорабатываться, получается, да? Которые могут делать сверх этого. Допустим, у нас в Сочи, они помимо того, что здесь записано в стандарте, они еще как бы туристическая столица Костандартского края. Туристическое направление – это управление потоками туристов, управление гостиницами. Безопасность, опять же. Безопасность туристов. Это тоже такой один из моментов умного города, который у нас войдет. Уже и вошел в дорожную карту по Сочи, например. Спасибо большое, Евгений Валерьевич, что смогли к нам сегодня прийти и рассказать столько много интересного про умный город.